Привет, с вами Тимур Асланов, и сегодня мы снова поговорим о текстах, о пиар-текстах. Меня часто просят, дайте какой-нибудь совет, как сделать пиар-тексты лучше, что можно применить, какой один прием какой-нибудь можно внедрить для того, чтобы улучшить тексты. Делюсь таким приемом. Самый главный прием — это думай о своей целевой аудитории. Когда вы пишете любой текст, в первую очередь вы должны себе представлять человека, кому он адресован. Если это пресс-релиз, то представляем мы, как известно, не столько журналистов даже, сколько конкретную аудиторию, конечную, которая будет читать вашу новость. Вот и подумайте, а захочется человеку, который прочитает эту новость, поделиться ей с друзьями, знакомыми, с женой, мужем, подругой, мамой. Настолько ли это интересная новость, чтобы ее захотелось рассказать другому человеку? Если нет, то вполне возможно, вы зря тратите время, потому что такая новость, естественно, не увидит свет в виде публикации. Ну, потому что никому не хочется распространять скучные, никому неинтересные новости. Если у вас 188-й детский утренник, 134-й переезд или открытие там 28-го филиала, да никому это уже неинтересно. Все уже наоткрывались филиалов и начитались про открытие филиалов. Подумайте о том, чем ваша новость может зацепить конкретного читателя. То же самое и с журналистом. Захочет журналист рассказать новость своей аудитории или нет? Захочется ему поделиться свеженьким, интересненьким, чтобы аудитория сказала «Вау, какая классная новость!» Или он прочитает, пожмет плечами и молча бросит в корзину вашу информацию. Не надо распространять корпоративную скучнятину. Надо распространять только те новости, которые действительно цепляют. Когда пишете новость, сами подумайте. А вам хочется поделиться? Вы эту новость, придя домой, расскажете домашним? С таким выражением лица, что «Я вам сейчас такое расскажу!» Или это ваша дежурная для галочки, просто какая-то очередная информационная такая вот тухлятина. Не побоюсь этого слова, потому что очень много корпоративных новостей. Только этим словом и можно определить. Не надо распространять корпоративную тухлятину. И так самое важное. Мы представляем себе нашу целевую аудиторию. И думаем о том, а что этим людям интересно. Вы должны себе мысленно представить этого человека, сидящего рядом с вами, когда вы пишете свой пресс-релиз или какую-то другую новость. И понять, ну вот, глядя ему в глаза, хочется рассказать, слушай, классная новость. Вот послушай, что у нас произошло. Хочется так сделать? Если не хочется, значит, в корзину вашу новость. Думайте над другим информационным поводом. Дейл Карнеги прекрасно сказал. Он сказал, я люблю клубнику со сливками. Рыба предпочитает червяков. Когда я иду на рыбалку, странно, но я беру с собой червяков, а не клубнику со сливками. Потому что мы понимаем, что задача поймать рыбу, рыба ловится на червяков. Рыба – это ваша целевая аудитория. Поймите, каких червяков она любит, и только этих червяков ей и готовьте. Может быть, ваши интересы не совпадают с интересами вашей целевой аудитории. Может быть, вы любите другую информацию, вас цепляют другие новости. Такое тоже возможно, безусловно. Ваша задача мысленно представить себе, конкретно рисовать портрет конкретного человека из вашей целевой аудитории. Какой он? Представьте его, визуализируйте, посмотрите, какие у него глаза, какие у него очки, есть ли они у него, во что он одет. Посадите его мысленно перед вами и мысленно расскажите ему свою новость. Цепляет? Показалось, что может быть интересно? Тогда работаем над новостью. Не цепляет? Не стоит. Думайте. Журналисты тоже всегда оценивают новость таким образом. Хочется ее рассказать или не хочется? Журналисты борются за целевую аудиторию. Борются за то, чтобы аудитория издания, телепередачи, радиопрограммы была шире. Скучная, тухлая, корпоративная информация отпугивают аудиторию. Журналисты не хотят отпугивать аудиторию, поэтому ваши пресс-релизы летят в корзину. Подумайте о своей аудитории, представьте ее интересы, найдите, чем эти интересы зацепить, тогда ваши тексты будут всем нравиться. Вот на этом я как бы свой совет простой хочу закончить. Другие советы в следующих выпусках. Подписывайтесь на мой канал, если хотите получать и дальше полезные советы по тому, как делать тексты, как делать пиар-тексты и как улучшить свою пиар-работу. С вами был Тимур Асланов. Всего доброго. Пока.